Уже на входе гостей праздника, посвященного Дню Защитника Отечества, встречал военный оркестр, который создавал торжественное настроение. В фойе кинотеатра «Искра» гости попадали в еще более торжественную обстановку. Здесь была организована выставка, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне и экспозиции военно-патриотических клубов Ленинского городского округа «Ратника» и «Заставы», где готовят настоящих защитников Родины. В клубе мы занимаемся подготовкой курсантов, детей к службе в армии. То есть у нас есть военно-патриотические, военно-прикладные виды спорта, такие как медицина, огневая подготовка, радиоподготовка и так далее. Многие ребята идут в структуру, то есть ФСБ, МВД, в армию, по контракту служители просто. Им очень пригождается все эти навыки, полученные у нас в клубе. Много в этот день говорили о патриотизме. Ведь 2020 год особенный для нашей страны. Мы отмечаем юбилей Великой Победы. Виктор Гордеев – потомок фронтовиков. В военно-патриотическом клубе «Ратник» занимается поисковым движением. Сын и дочь служат в армии. Все это, само собой, говорит о его отношении к родине. Родители не выбирают, она наша мать, родина. И наша молодежь, еще добавлю, очень прекрасная. Хоть и говорят, вот она не такая, она прекрасна. Она по любому зову, как и те 16-17-летние, приписывающие все это, пойдет защищать нашу родину. С выставкой работ военно-патриотических клубов округа ознакомился и глава муниципалитета Алексей Спасский. Он отметил, что память нации о подвиге наших предков не уходит. И очень важно максимально много рассказывать подрастающему поколению о той войне. Большое внимание уделяется в том числе и ветеранам, которые много еще, которых, конечно, меньше и меньше, но многие из них еще вместе с нами, и могут поделиться событиями. Я считаю, что это неоценимый вклад именно в развитие такого патриотического направленности. Торжественная часть праздника началась с награждения военнослужащих и ветеранов. С приветственным словом и поздравлениями с Днем Защитника Отечества выступил и депутат Московской областной думы Владимир Жук. На протяжении всей нашей истории, на протяжении истории Руси, воинское дело было одним из самых важных, значимых и благородных профессий из всех. Этот праздник отмечают не только мужчины. Среди военнослужащих немало представительниц прекрасной половины человечества. Но, как бы то ни было, любой женщине хочется оставаться хрупкой и чувствовать рядом крепкое мужское плечо. Которое в любой момент могло прийти на помощь любви, весны, солнца, мирного неба над головой. По завершению официальной части мероприятия творческие коллективы Ленинского городского округа подарили гостям праздника, песенные и танцевальные номера. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.